В сегодняшнем выпуске мы сошьем летнее пальто для вечерних прогулок или нечто вроде бомбера, вдохновляясь спортивными костюмами 80-х. Для пошива удлиненного бомбера, летнего пальто, нам необходима ткань, либо трикотажное полотно. Чаще всего для бомберов спортивного стиля используют трикотажное полотно. В этой модели скомбинировано два вида неопрена. Это плотный трикотаж, слегка похожий на губку. При этом изделие из такого трикотажного полотна будет здорово держать форму, создавать воздушный объемный эффект и не будет провисать. Оба цвета нам необходимы примерно в одинаковом количестве. На этот бомбер потребовалось около 70 см розового и около 70 см сливового или баклажанового трикотажного полотна. Также нам необходимы будут нитки в цвет. Если мы используем два цвета ткани трикотажного полотна, то нам необходим полный набор двух цветов ниток. Одна армированная для стачивания срезов и полиэстровая для обметки срезов, если вы работаете только на обычной бытовой машинке. Но если у вас есть оверлок, то вы можете обметывать срезы и стачивать их одновременно. И для этого вам необходимо будет 4 полиэстровых нити, если оверлок 4-х ниточный, либо 3 полиэстровых нити, если, соответственно, оверлок 3-х ниточный. Но при 3-х ниточном оверлоке советую все-таки на всякий случай стачивать срезы, давать прямую строчку армированной нитью, поскольку она прочнее. Тот же самый набор необходим во втором контрастном цвете. Ну и базовые инструменты, портновские ножницы, булавки, мерная лента, мелки и так далее. Построим выкройку бомбера или леньего пальто. Для начала нам необходимо решить, какой длины будет изделие в готовом виде. Эту величину отложим по вертикали вниз. Далее от верхней точки слева нам необходимо отложить вправо отрезок равный четвертинке обхвата груди третьего, то есть основного обхвата груди. Но к этой величине, к четвертинке, нам необходимо добавить прибавку на свободу облегания. Как минимум 5 сантиметров, поскольку изделие относится все-таки к верхней одежде, поэтому прибавки будут большими. Ну и более того, пальто бомбер силуэта оверсайз, а значит прибавки еще более увеличены. От верхней точки слева откладываем на правую горизонталь, равную величине обхвата груди третьей, деленной на 4, плюс прибавка на свободу облегания. Здесь это примерно 10 сантиметров. То есть это лишь на четвертинку. Если мы умножим эту прибавку на 4, то есть для всего общего обхвата груди, то получим 40 сантиметров. То есть на 40 сантиметров изделие будет больше по обхвату груди в этом изделии. Это достаточно большая прибавка. Далее с левого угла отложим отрезок, равный примерно 7-8 сантиметрам. Это, как правило, средняя ширина горловины для взрослого человека. Ну а вниз от угла отступим примерно 3 сантиметра. Соединим две точки плавной округлой линии и получим срез горловины для детали спинки. Далее от крайней точки по горизонтали спустимся вниз примерно на 2-3 сантиметра. И новую внешнюю плечевую точку соединим с точкой основания шеи с началом плечевого среза. Мы получим такой длинный плечевой срез. Далее нам необходимо обозначить линию проема. Здесь она будет необычной, простой горизонтальной линией. Нам необходимо к мерке обхвата плеча, которую мы замеряем в самой широкой части руки, сделать прибавку. Она также увеличенная. В среднем 10 сантиметров. Можно взять и больше. Полученную величину нам необходимо разделить на 2. И это значение отложить вниз от внешней плечевой точки, пониженной точки. Ну а далее сделаем небольшое закругление вовнутрь, буквально на пару сантиметров. И опустим вниз вертикаль. Можно провести ее перпендикулярно к низу, то есть обычная вертикаль. А можно плавно сделать расширение, можно наоборот сделать заужение. И мы получили деталь спинки. Деталь полочки ничем не отличается, за исключением среза горловины. Нам необходимо от середины спинки по линии горловины опуститься примерно на 6-7 сантиметров. И эту точку вновь привести к высшей плечевой точке, к точке основания шеи. И таким образом мы получили деталь полочки, то есть передней половинки изделия. Ну и что касается рукава. Для построения рукава нам необходимо значение, которое мы рассчитывали чуть ранее. Обхват плеча плюс прибавка. То есть та величина, которую мы взяли за длину проймы. Но в два раза больше. Таким образом нам необходимо провести горизонталь. Которая будет в два раза больше, чем длина проймы спинки, например. И длина этой горизонтали равна мерке обхват плеча плюс прибавка на свободу облегания. Далее нам необходимо отложить длину рукава. Но ее необходимо рассчитать в зависимости от того, какую длину плеча вы получили. Этот плечевой срез пониженный. Это означает, что внешняя плечевая точка будет находиться не на стандартном уровне. Там, где заканчивается плечо и начинается рука. А намного ниже. Вам необходимо замерить на своей фигуре длину от точки основания шеи. То есть от начала плеча до низа рукава. И ту величину, которой вам недостаточно за исключением плечевого среза, например, 30 см, нам необходимо взять в качестве длины рукава. Отложили посередине отрезка и теперь определим желаемую ширину низа рукава. Эта ширина может равняться ширине верхнего среза рукава. Назовем его окатом. Хотя это простая прямая линия. Можно сделать немного уже, как вам нравится. Но не советую сводить эту ширину до значения обхвата запястья. Это слишком маленькое значение. Нам низ рукава впоследствии необходимо будет немного присобрать с помощью манжеты. Поэтому делайте низ рукава в длине больше, чем значение обхвата запястья. Ну а теперь можем обозначить конструктивные линии. Угловатые линии, которые предполагаются на нашем бомбере. Представим, что рукав располагается здесь, сложенный пополам. Нам это необходимо просто для того, чтобы правильно нанести эти конструктивные линии. Сейчас я покажу тот вариант, которым сшита именно эта модель пальто. Вы можете, конечно, обозначить эти линии иначе. Менять их количество, ширину, частоту и так далее. Итак, первая линия в этой модели начинается примерно от уровня примерно на 5-7 сантиметров ниже уровня груди. По плечевому срезу эта линия не доходит примерно на 10 сантиметров до внешней плечевой точки. Соединяем отметки и проводим параллельную линию. В этой модели это 3 сантиметра. Таким образом мы получили первую контрастную деталь. Следующая деталь отступает от первой практически на ширину первой контрастной детали. Проводим параллельную линию и затем проводим еще одну параллельную линию, но с достаточно большим отступом. Здесь это 20 сантиметров. Итак, мы получили две контрастные детали контрастного цвета. И нижняя широкая деталь визуально как бы перетекает в руках. Проводим практически в продолжении этой же линии. Диагональную линию под углом и верхняя часть рукава кроится также из контрастной детали. Итак, мы рассмотрели пример обозначения конструктивных линий на полочке. Все то же самое полностью аналогично сделано и с деталью спинки. То есть отличается только срез горловины. Все остальное аналогично. Но для передней планки изделия есть свои нюансы. Если вы планируете носить это пальто на запах, то есть накрывать одну сторону второй и, к примеру, пришивать пуговицы, либо кнопки, либо просто носить пальто с поясом, то когда вы накроете одну половинку на вторую, линии будут преломляться. Они не будут состыковываться в красивый ровный угол. В таком случае вам необходимо сформировать линию борта, то есть дополнительный отрезок ткани. Он может быть цельнокрайеном. Можно сделать его из контрастной, к примеру, ткани и приточать отдельно. И когда вы наденете изделие, линии борта перекроют друг друга и в результате полоски будут совмещаться в правильный угол. Но моя модель пальто не предполагает пуговицы, поэтому я скроила его без дополнительного участка борта. По срезу горловины можно также приточать воротник к стойку. Строится этот воротник очень просто. Вам необходимо замерить длину горловины по спинке и длину горловины по полочке. Далее по горизонтали обозначим длину горловины спинки и в продолжение длину горловины по полочке. К концу горловины по полочке, по передней половинке поднимемся примерно на 3-4 сантиметра. И эту верхнюю точку сведем плавно к концу горловины по спинке. Иными словами, это линия плеча. Ну и теперь нам остается только отложить желаемую ширину стойки, к примеру, 3 сантиметра вдоль всей длины. 3, 3, 3. Здесь линия поднимается. В самом конце линию можем округлить. В желаемой форме. И мы получаем стойку. Она окраивается в сгиб по середине. То есть непрерывно идет дальше. Вторая половинка. Вот такой простой и быстрый способ построения стойки. Таким образом мы получаем нижний округлый срез в области передней половинки. И прямой в области спинки. Здесь все аналогично. Линия параллельна. Краем, разумеется, с припусками на швы. Как и все детали изделия. И нам необходимо два экземпляра, поскольку стойка двуслойная. Также для эстетичной обработки среза горловины и линии борта, или линии середины полочки, что выбрали, нам необходимо будет скроить обтачку. Деталь, которая полностью повторяет срезы горловины и линии борта, но имеет небольшую ширину. Чаще всего это 5-7 сантиметров вдоль основной длины от линии горловины. А вот в продолжении линии борта это примерно 8-10 сантиметров. Что касается обтачки по спинке, то сохраняется длина по плечевому шву, по плечевому срезу, к примеру, выбрали 7 сантиметров. И нам вдоль всего среза горловины необходимо отложить 7-7-7-7 сантиметров. Соединяем все отметки единой линии округлой и получаем обтачку по спинке. Таким образом мы получили отдельные детали, не считая основных деталей. То есть вы кроите основные детали из основной ткани, плюс к этому кроите отдельно детали обтачки под борта. То есть мы не разрезаем основные детали для того, чтобы получить детали обтачки. Они краятся дополнительно. Я просто показала вам, какой формы они должны быть. То есть они должны иметь ту же форму, что и основные лекала. Нам необходимо два экземпляра обтачки под борта для детали полочки передней половинки и две детали для спинки. Кстати, обтачку по спинке вы можете скроить в сгиб для того, чтобы не делать лишних швов посередине спинки. Ну а деталь по передней половинке, по полочке, вам необходимо так или иначе скроить в двух отдельных экземплярах. Ну и что касается обработки рукавов, то для них мы скроим манжеты, которые рассчитаем чуть позже. Итак, наша модель осложнена огромным количеством уголков. И для того, чтобы их присоединить, нам можно воспользоваться несколькими методами. Но самое простое это сделать надрез. Вам необходимо уточнить, какое количество припусков на швы вы оставляли. К примеру, один сантиметр. Далее уголок по нижней детали, то есть угол, который вогнут вовнутрь, не выпуклый, а тот, который уходит вовнутрь, нам необходимо надсечь не на сантиметр, а на пару миллиметров меньше. То есть на 7-8 миллиметров. Просто по вертикали. Вот таким образом. Теперь мы с легкостью сможем раскрыть деталь и превратить угол в прямую линию. К прямой линии угловатую деталь притачивать намного легче. К лицевой стороне нижней детали, которую мы надсекли, приложим лицевую сторону верхней детали, совмещая уголок с уголком. Нижнюю деталь нам необходимо раскрыть. И к этому раскрытому уголку прикладываем выпуклый угол верхней детали. Нам необходимо серединки углов соединить и при этом выпуклый уголок вывести на ту длину, которую мы надсекали. То есть если вы надрезали уголок на 8 миллиметров, то соответственно 8 миллиметров должно выходить. И прямо посередине можем прикрепить две детали друг к другу. Ну а далее поправляем одну сторону и прикрепляем ее, совмещая срезы. Обратите внимание, что в боковом срезе, а вернее локтевом, нижняя деталь примерно на сантиметр, если вы оставляли сантиметр на припуске, выходит. И это нормально. Прикрепляем вдоль всего среза. Хорошо. Теперь аккуратно подправляем вторую сторону. И аналогично прикрепляем ее. Снова соединяем концы. Примерно сантиметр выходит. Закрепляем булавками в промежутках. Срезы должны совпасть, если вы рассчитали все правильно. Хорошо. Прикрепили оба среза, обе стороны. И теперь нам остается дать только строчку. И вы можете дать эту строчку непрерывно, начав с одного локтевого среза, дойдя до центра. А затем продолжить до второго локтевого среза. Но есть один нюанс. В этом уголке вам необходимо постараться дать строчку на 2 мм от надсеченного уголка. То есть мы обязательно должны захватить пару миллиметров надсеченного среза. Аккуратно подправить оставшийся объем ткани, для того, чтобы здесь не заложилась складка. Прострочили. Здесь остановились. К примеру, можно лапку поднять, иголку оставить внутри. Далее аккуратно подправляете ткань. Уводите лишний объем в сторону. И снова продолжаете строчить до второго локтевого среза. Таким образом у вас получится аккуратный, красивый уголок. Можно строчить каждый из срезов отдельно. То есть сначала одну сторону от середины, от угла. Также припуск на 2 мм сохраняется. До одного локтевого среза. А затем со второй стороны. Также от середины до второго локтевого среза. Аналогично все углы и по основным деталям изделия необходимо будет обработать. Все детали, полоски, которые вы скроили для основной части изделия, вам, конечно, необходимо будет соединить по плечевым срезам, либо боковым срезам. Именными словами, детали, которые относятся к полочке, то есть передней половинке изделия, необходимо соединить с деталями, которые относятся к спинке и прострочить, либо по плечевым. К примеру, вот эта контрастная деталь соединяется по плечевым срезам, либо по боковым. Поэтому можем сначала соединить полочку со спинкой каждого цвета отдельно, а можем наоборот полностью собрать полочку, то есть, к примеру, розовый, фиолетовый, розовый, фиолетовый, заготовить полочку, аналогично заготовить спинку, и после этого соединить готовые половинки изделия. Можно, наоборот, соединить полочку и спинку по каждому из ярусов, а затем соединить ярусы по угловатым отрезкам. Мы с вами в самом начале говорили о том, что есть несколько вариантов сборки изделия. Это полностью подготовить отдельно деталь спинки, соединить все 4 или 5 ярусов, сколько вы запланировали. Затем отдельно соединить все ярусы по двум половинкам полочки, и после этого сточать спинку с полочкой по плечевым и боковым срезам. На самом деле такой способ немного проще, поскольку вам необходимо будет обрабатывать уголки только посередине спинки. Этих уголков будет, например, в данной модели 4. Но если вы решили полностью собрать каждый из ярусов отдельно, то есть по верхнему ярусу вы соединили деталь спинки и полочки по плечевым швам, по следующему ярусу ниже вы соединили плечевые швы, полочки и спинки и так далее, то вам необходимо будет уже готовые ярусы присоединять друг к другу, по круговой, скажем так. При таком варианте обработки и соединении ярусов друг с другом вам предстоит прострочить вот такие сложные угловатые участки в трех местах. Это середина спинки, она остается, но также добавляются плечевые швы, поскольку в этом месте по плечевым швам вам необходимо будет контролировать, чтобы плечевые швы при совмещении всегда оставались на одном уровне и в результате образовывали единую целостную линию. И острая часть уголка была строгая на одном уровне. Когда вы собираете спинку отдельно, а полочку отдельно, это немного проще. Впоследствии вам необходимо будет спинку и полочку соединить только по плечевым срезам, и здесь уже немного легче совмещать углы. Вам просто необходимо контролировать, чтобы все полоски были на одном уровне. Это очень легко сделать с помощью иголок. Но если вы еще не приноровились к уголкам, то лучше всего не добавлять себе испытаний и в виде плечевых швов. Поэтому лучше всего соберите спинку отдельно, две половинки полочки отдельно, а затем можно будет совместить их по плечевым швам. Ну а теперь к линии проймы. Она у нас прямая, не углубленная, не округлая, как это бывает обычно. Нам необходимо присоединить рукав. Рукав мы тоже отдельно заготовили. Уголки здесь получились только посередине рукава. Они выглядят хорошо как с изнанки, так и с лицевой стороны. Ничего не осыпается, не распускается, никаких дырочек и отверстий, если вы приточали все правильно. Теперь к лицевой стороне основного изделия. Нам необходимо приложить лицевую сторону рукава и совместить срез проймы, назовем его так, и срез оката рукава, хотя это две прямые линии. Соединяем боковые точки и распределяем отрезки. Далее нам снова необходимо дать строчку на 1 см от края, либо на ту величину, которую вы оставляли в качестве припуска на швы. Приточали рукав к срезу проймы. И теперь нам остается только закрыть локтевой срез по рукаву и боковой срез по изделию. Для этого изделие развернем и сложим пополам по плечевому шву. Вот таким образом. Так, чтобы лицевая сторона осталась внутри. И соединим локтевые срезы и боковые срезы прямо до низа изделия. Итак, начнем с низа рукава. Соединим уровень низа рукава. Далее контрольная отметка. Это шов соединения двух частей рукава друг к другу. Эта точка обязательно должна совпасть. Поэтому мы плотно закрепляем в этом месте. Также должны совпасть швы при тачивании рукава к пройме. Поэтому мы также в первую очередь закрепляем ее. И двигаемся ниже. Нас ждет еще одна контрольная точка. Место присоединения одного яруса к другому. Ну а теперь можем прикрепить по оставшимся отрезкам. Спинку к полочке. Хорошо, нам остается дать строчку на 1 см. Либо на тот припуск, который вы оставляли. Срезы обязательно отмелтываем. И после этого мы сможем обработать низ рукава манжетой. Скраим манжеты для обработки низа рукава. Нам необходимо решить, какой ширины мы хотим манжету в готовом виде. К примеру, 4 см. И взять двойную ширину манжеты. То есть 8 см. Также добавим по сантиметру на швы с каждой стороны. Итого 10 см. Ну а длина манжеты может равняться, к примеру, длине обхвата кисти. Или обхвата запястья. Поскольку мы все равно шьем изделие из трикотажного плотна, которое достаточно хорошо тянется. И поэтому вы с легкостью сможете провести манжету длиной равной мерке обхвата запястья через уровень кисти. Теперь эту манжету, скроенную в длину полуточной, то есть поперек кромки, нам необходимо сложить пополам, так, чтобы лицевая сторона осталась внутри, средними срезами. Скрепляем срезы и даем строчку на 1 см. Разумеется, если вы оставляли припуск на 1 см, возможно, он чуть меньше. Вточь али манжеты в круговую по всему нижнему срезу рукава. И вот так манжеты выглядят в готовом виде. Обязательно постарайтесь, чтобы локтевой шов по рукаву совпал со швом по манжете и образовывалась единая непрерывная линия. Ну а теперь можем перейти к обработке среза горловины. Воротником, стойкой. И наше изделие практически будет готово. Скрейли детали стойки в двух экземплярах. Два слоя. Далее, по правилам, вы можете, на самом деле, их продублировать. Хотя бы один слой. Можно воспользоваться трикотажным флизелином. Тот, который будет сохранять свою эластичность и не даст при этом деталям растягиваться. Можно продублировать только одну сторону. Не обязательно обе детали. После этого вам необходимо будет сложить обе детали вместе лицом к лицу. То есть лицевая сторона должна остаться внутри и соединить детали друг с другом. И нам необходимо дать строчку по верхнему срезу стойки от одного конца по круговому срезу, далее вдоль всей стойки и снова по круговому срезу до второго конца. Нижний срез стойки остается открытым. Прострочили верхний срез стойки. Повторюсь, желательно детали стойки продублировать. Далее нам необходимо стойку вывернуть на лицевую сторону и желательно вначале поутюжить. Хорошенько для того, чтобы манжета лежала плоско и ровно. Также у вас должен сохраниться и сгиб по стойке, которую мы строили. Ну а теперь сложим стойку в вывернутом на лицевую сторону состояния пополам. И посередине на сгибе сделаем отметку мелком, либо булавками, обозначив таким образом середину стойки. Место, которое мы будем прикреплять к середине горловины по спинке. Также можем сразу обозначить середину спинки. Для этого просто сложите горловину пополам. Соединим плечевые швы. И в оттянутом состоянии, и в расправленном состоянии на сгибе по спинке сделаем отметку. Теперь к этой отметке, к лицевой стороне изделия приложим отметку середины по стойке. Соединяем срезы горловины и нижний срез стойки. И прикрепляем булавкой. Далее подправляем, подтягиваем один конец воротника стойки к контрольной отметке по передней половинке. И прикрепляем. И то же самое со второй стороны. К лицевой стороне полочки прикрепляем стойку к контрольной отметке. Ну а теперь нам необходимо соединить детали, а именно их срезы, по оставшимся отрезкам. Прикрепили с одной стороны. То же самое повторим со второй. Готово. Теперь мы можем притачать воротник стойку к срезу горловины от одного конца стойки до второго. Можем, к примеру, оставить в таком состоянии, заготовить обтачку, деталь для обработки среза горловины и линии борта. А затем прострочить все три детали вместе одним швом. То есть присоединить к основному изделию деталь стойки и деталь обтачки. Скроили детали обтачки передней и задней половинки и сразу соедините их по плечевым швам для того, чтобы у вас получилась цельная деталь. Вот таким образом. Здесь мы имеем срезы по передней половинке и срез горловины. Внешний срез по обтачке нам необходимо будет обметать. Эту деталь можем назвать уже подбортом. После этого можем присоединять деталь подборта, либо обтачки к срезу горловины. К лицевой стороне основного изделия прикладываем лицевую сторону обтачки подборта. Кстати, деталь подборта и обтачки по технологии нам необходимо продублировать. Клеиваем полотном, флизелином, либо дублерином. В данном случае, если вы шьете изделие из трикотажа, то можно воспользоваться трикотажным флизелином. Он сохраняет эластичность детали, но при этом делает деталь более плотной. Итак, лицевую сторону обтачки подборта необходимо будет приложить к лицевой стороне изделия. И на стойку мы не обращаем внимания, просто направляем ее от среза горловины, то есть в обратную сторону. Накладываем сверху обтачку, прикрепляем ее к срезу горловины с одной стороны. К срезу горловины с другой стороны. Также можем присоединить сразу к середине спинки и в оставшихся отрезках по всему срезу горловины. Если вы еще не пристрочили стойку-воротник к срезу горловины основного изделия, то можно просто перезакрепить те же самые булавки. Прикрепили к срезу горловины и далее спускаемся ниже. Просто накладываем деталь подборта, к основному изделию, лицом к лицу и совмещаем срезы. Предназначение этой детали не только обработка и красивое оформление срезов, открытых срезов, но и сохранение формы изделия. Для того, чтобы срезы, особенно у трикотажа, не растягивались. А именно, в большей степени те, которые скроены по косой. К таким относится срез горловины, к примеру. Прикрепили. То же самое повторим со второй стороной. И далее нам необходимо будет дать строчку на 1 см, либо на ту величину, которую вы оставляли в качестве припуска, по всему срезу борта и горловины. Начинаем снизу, делаем закрепку, строчим вверх до среза горловины. Непрерывно идем по всему срезу горловины и снова опускаемся по линии борта до самого низа изделия. Пристрочили деталь обтачки подборта по всему срезу горловины и линии борта передней половинки. Но что касается низа изделия, то вы можете просто обметать, к примеру, срез низа изделия, подогнуть наизнанку, дать строчку. И деталь подборта завести в сторону изнанки. При этом с лицевой стороны изделия ее видно быть не должно. Если вы не хотите иметь обметочных срезов по низу изделия, то можно, к примеру, подогнуть два раза наизнанку, дать строчку. И затем снова будет необходимо направить обтачку на изнаночную сторону изделия. Но в таком случае здесь соберется большая толщина, особенно если вы шьете изделие из неопрена. Поэтому лучше такого способа избегать. В данном случае лучше всего сложить изделие пополам, так чтобы лицевая сторона осталась внутри. То есть обтачку с основным изделием лицом к лицу. Затем дать строчку на величину припуска, которую вы откладывали, к примеру, 2 сантиметра. Вдоль всей ширины подборта даем строчку с основным 2 сантиметра от среза низа изделия. А затем выворачиваем подборт на лицевую сторону. И низ изделия прекрасно и эстетично обработан. После этого не забудьте обработать срез низа изделия в оставшемся отрезке. Притачали деталь подборта и обтачки к лицевой стороне изделия, а затем вывернули наизнанку. И таким образом мы получили одновременно притаченную стойку воротник-стойку. И красиво обработанный срез горловины и борта. Обтачку необходимо будет хорошо поутюжить. И также для того, чтобы она не выворачивалась на лицевую сторону, вы можете подшить незаметными стежками ее изнутри. Но старайтесь, чтобы стежки не выходили на лицевую сторону изделия. Я воспользовалась клеевой лентой, которую называют паутинкой. Это полоска примерно шириной 2 см, состоящая только из клея. Ее можно вложить между деталью подборта и основной детали, то есть с изнанки. А затем хорошенько поутюжить. Обтачка будет хорошо зафиксирована и не будет отходить и выворачиваться. Но будьте осторожны с таким методом. Он подходит не для всех тканей. Если, к примеру, ваша ткань тонкая, а не такая плотная, как неопрен, то эти следы могут быть видны по лицевой стороне изделия. Поэтому паутинка подходит не для всех типов тканей. Ну что ж, на этом наш бомбер, летнее пальто готово. При необходимости вы можете пришить пуговицы, либо кнопки вдоль линии борта по передней половинке. В этой модели все остается в таком виде. Но также вы можете носить этот бомбер, пальто, не только в таком состоянии, а немного отогнуть, раскрыть воротник. И таким образом воротник становится похожим на пиджачный. Мы с легкостью можем отогнуть оборотную сторону пальто, поскольку обработали его деталью под борт. И поэтому изнанка осталась тоже аккуратной. И на этом наше летнее пальто бомбер будет готово.